Ульяновск станет центром в ПФО по обслуживанию двухэтажных вагонов. Об этом заявил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев во время рабочей встречи с главой региона Алексеем Русских. Выпуск новых двухэтажных вагонов на маршрут Ульяновск-Москва обсуждался неоднократно. На встрече данную договоренность подтвердили. Новые вагоны также планируется выпустить и на другие маршруты. Это 16 вагонов в сентябре-октябре и в конце года еще 32 вагона для постановки поезда Ульяновск-Москва-Шкурала-Москва-Чебоксар-Москва-Ульяновск. Ориентировочная сумма инвестиций порядка 8,4 миллиарда рублей. О этих целях в Ульяновске, о том, что я говорил, сейчас проходит реконструкция в Ульяновске первым для строительства ремонтной позиции, для обслуживания двухэтажных вагонов. Вагоны запустят в четвертом квартале этого года. Также в планах организовать курсирование четырех пригородных поездов сообщения «Верхняя терраса студенческая». Время в пути городской электрички составит 44 минуты. Остановки предусмотрят в Заволжском районе и на центральном ЖД вокзале. Обсудили и безопасность на железнодорожных путях. Только за пять месяцев допущено 116 транспортных происшествий. С Ульяновской областью подписана программа о мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения. По ней ежегодно на переездах и станциях проводится ремонт. В рамках указанной программы и за счет средств ветерального бюджета планируется строительство путепроводов трех. С последующим закрытием переездов на участки в районе проспекта Гая, по улице Академика Павлова и в створе улиц Фасадная и Хваткова. Также стороны договорились о создании на территории Ульяновского вокзала музейного комплекса. На втором этаже здания уже идет ремонт на средства компании. Регион же, в свою очередь, подготовит концепцию будущего музея, где отразят всю историю региона. Подобный музей успешно работает и в Самаре. Для гостей из Ульяновска провели интересную экскурсию и рассказали об истории Куйбышевской железной дороги.